Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о парфюмерной воде Gold Touch от бренда Max Mara. Я с этой компанией знакома не была до недавних пор, пока моя подруга Анастасия не предоставила мне эти духи своей личной коллекции для знакомства. Как можно увидеть, в какой нам этим пользовались в течение длительного времени. Оригинальная упаковка не сохранилась, но зато сам аромат в прекрасном состоянии. Меня заинтересовало название. Почему же Gold Touch, а не Golden Touch? Я даже проконсультировалась с моей подругой, которая занимается иностранными языками. Она мне объяснила, что Golden Touch это золотящее прикосновение, то есть прикосновение, которое превращает что-либо в золото. А Gold Touch это непосредственно прикосновение с золотом. И аромат Gold Touch является одним из ароматов целой линейки. Там есть еще прикосновение шелка, прикосновение кашемила. У меня было впечатление о том, с чем у нас ассоциируется золото. С чем-то плотным, тяжелым, насыщенным. Я ожидала, что это будет аромат плотный, амброво-цветочный. Но я была удивлена, что этот аромат оказался очень свежим, древесно-цитрусовым, о чем я и расскажу. Но сначала хотелось бы обратить внимание на дизайн флакона. Форму напоминает наполненный ветром парус. Внизу мотирован молочного белого цвета, из-за чего создается впечатление, как будто бы там находится весь блесток, как было раньше модно. Но на самом деле это просто такой вот дизайн флакона. Ближе к верху по градиенту становится флакон прозрачнее. И весь он усыпан такими мелкими золотистыми блестками, которые, мне кажется, немножечко со временем посыпались. Мне кажется, что изначально и должно было быть побольше. Золотистым цветом, бледным, нанесено название бренда Max Mara и название самого аромата Will Touch. Внизу у нас все коды, информация, просмертная вода, 40 мл, произведено в Италии. Крышка пластиковая, тоже внутри такое золотое покрытие. Мне кажется, что это, скорее всего, кольцо, которое было снято с поливеризатора. Такая проблема бывает иногда во флаконах. У меня такое было с линейкой СООО Эликсир от Евроше. Когда элемент поливеризатора остаётся, кольцо остаётся на крышечке, если крышечка плотно закрывает. Поливеризатор стандартный, золотистый. Отверстие сопла большое. И, в общем-то, струя тоже достаточно плотная. Сейчас мы посмотрим. Попытаемся увидеть пузырьки, несмотря на такую матовость флакона. Попробуем глянуть, насколько у нас насыщена вода маслами. Ну, видно, что пузырьков много, они мелкие. Ну, продолжительность жизни средняя, я бы сказала. И трубка пульверизатора, она уходит у нас прямо в дно. Поэтому с таким флаконом всегда бывают проблемы, чтобы выбрать до конца содержимое. И по поводу его устойчивости, вот, как интересно, как-то такая неваляшка. Ну, очень удобно, потому что вызывают проблемы со флаконами. Ну, такое вот забавное свойство. Я обнаружила только что там флакон. Теперь посмотрим на струю и проанализируем сам аромат. Высокий спрей. И струя у нас немножечко направлена кверху. Что тоже имеет смысл учитывать. Вот, видите, давление большое и распыление очень сильное. Но если давить мягко, то струя течёт просто вот струйкой вытекает из спрея. Я пробовала этот аромат на коже и пробовала на блотере. Надо сказать, что на коже мне понравилось намного больше звучание этой композиции. Первое, что слышим, это цитрус. Очень свежий цитрусовый старт. Превалирует, на мой взгляд, лимон. Очень узнаваемый, такой кисленький, свеженький лимончик. Есть здесь бергамот, но не слишком резкий. Потому что бергамот бывает, если его очень много, то ощущение как будто, даже ощущение сравнимо со спиртом. С запахом спирта, когда бергамота много. Но здесь этого нет. Здесь искрящийся кисленький лимончик. И также специи и розовый перец. Но специи слишком много я не ощущаю. Ну, я обычно от специй аж до какой-то пряности. В данном случае розовый перец, конечно, есть. Поэтому старт, он такой вот искрящийся. Искрящийся кислый, лимонно-кислый, с небольшой ноткой пряности. На блотере, кстати говоря, эта фаза раскрытия у меня дает ощущение еще и солоноватости. Напоминает немножечко маринованные огурцы, все такое есть бывает. Но на коже я его не ощущала, только на блотере. И надо сказать, что вот эта первая фаза раскрытия, это старт парфюмерной воды, длится достаточно долго. Я, собственно говоря, уже подумала, что никакого раскрытия не последует, что так оно и будет звучать. Свежо, кислопряно. В принципе, в тренде тех лет этот аромат был создан в 2007 году. Тогда была мода на свежие акватические, цитрусовые ароматы. Но, к моему удивлению, спустя полчаса начала появляться какая-то легкая-легкая пудровая сладость. Ну, слегка пудровая. Дело в том, что в сердце композиции находится нота кедра. По всей вероятности, это начало раскрываться именно ноткой кедра. И действительно, спустя минут 40 аромат уже обладал совсем другим запахом. Во-первых, в нём была какая-то тёплая телесная плотность, которая встречается в таких ароматах, как, например, Шанель номер 5. Это ощущение даёт жасмин. Но не тот жасмин, который даёт индол, не тот жасмин, который пахнет цветами жасмина. А вот есть, я не знаю, то ли это свойство сырья жасминного, то ли это определённая концентрация жасмина. Когда жасмин жасмином не пахнет, но даёт ощущение какой-то теплоты и насыщенности композиции. Уплотняет её. Также сладковатая древесина влажного кедра. Ну, нотка ветира, которая заявлена в сердце, которая обычно у меня вызывает не самую приятную ассоциацию с какими-то подгнившими листьями, овощами. Здесь я её совершенно не слышу, а слышу такой вот лес летом, после дождя, сладковатая, слегка прелая древесина, опавшая листва, тоже, может быть, слегка подпревшая, но с таким сладковатым нюансом, без горчинки. И плотность влажного воздуха, который уже согревается жаркими лучами солнца. Вот таким бы я описала среднее раскрытие этого аромата. Напомнила мне немножечко Щелут от компании Дискотту. Такая водичка, я её не анализировала, но я с ней знакома. Есть какая-то вот ассоциация с таким кедровым лесом, поросшим фиалками. Но фиалки здесь как таково я не ощущаю, но вот ассоциативно всплывают такие мысли. Затем у нас в базе аромата заявлены белый мускус и древесина гуаякового дерева. Но я не могу сказать, что я то-либо другое могу идентифицировать. Древесиной, конечно же, эта парфюмерная вода пахнет на протяжении всего своего звучания. Но я, пожалуй, не смогу гуяк отличить от кедра. А белый мускус, вот этот, который вызывает ощущение свежести и порошковости, его здесь добавлено умеренное количество. Он не бьёт в нос, минимум он как раз добавляет свежести композиции. Что могу сказать? Продержалась на мне вот эта фаза с кедром, наверное, часа четыре. После этого немножечко я почувствовала, что снижается громкость звучания композиции, а она очень шлейфовая. Мне кажется, в радиусе нескольких метров вокруг человека, если так хорошенько обрызаться будет это облако держаться, этого золотого прикосновения. Потом, спустя четыре часа, начали возвращаться кисловатые нотки. Может быть, это гуяковое дерево, а может быть, вот такая игра перелива, когда цитрусовый взяли второе дыхание у них появилось, они вновь возникли в композиции. И на этом этапе аромат уже пахнет в целом древесно-цитрусово, очень свежо, с водными нотками. Если бы я анализировала этот аромат без пирамиды, то есть, полагаясь исключительно на собственное чутье, я бы добавила сюда еще фрезию и зеленые ноты, потому что мне кажется, что в этом аромате я улавливаю явную зелень, такую влажную, акватические нотки и свежий цветок фрезии. Мне кажется, что по ощущениям есть ассоциация с данным цветком. И в целом, начиная уже с шестого часа звучания, композиция начала приобретать то звучание, тот характер, запах, который многие пользователи ассоциируют с унисексом. То есть, этот аромат, который напоминает одновременно и свежие женские туалетные и парфюмерные воды, и мужские воды, как раз конца 90-х, начала 2000-х, такие акватические, древесные, с цитрусовым нюансом, очень выраженным. Потому что вот до шестого часа вода мне казалась вполне женской. А начиная от шестого, действительно, я поняла, что и мужское одеколон, мужская туалетная вода или парфюмерная могла вполне пахнуть так же, как и эта последняя фаза раскрытия золотого прикосновения. Ну и продержалась на моей коже композиция более суток. Конечно, звучание её ослабевало, но вот эти переливы, древесина, цитруса, цитрус и древесина, оно всё равно продолжалось до, мне кажется, 18 часов. И вот даже спустя сутки всё равно на коже я до сих пор слышу такой приятный запах, слегка цитрусовая кислинка и такая приятная древесина. Ну, древесина лесная, не в шкатулах деревянных, а вот именно что-то такое, которое вызывает запах, вызывает ассоциации с природой, с живой прогулкой на природе, с запахом свежеразрезанных цитрусовых, именно кислых, не сладких апельсинов. Очень свежая, бодрящая композиция, приятная, мне кажется, на тёплое время года. Замечательный вариант, такие дневные духи. Даже удивительно, что я раньше с ними не сталкивалась, с этим брендом Аксмара. Для меня стало приятным удивлением, что это такой вот бренд, в общем-то, который в первую очередь ассоциируется с одеждой. Он действительно создал достойный аксессуар к своей коллекции. Истокий и интересный в раскрытии, и актуальный на тот момент. Ну, в принципе, такие воды свежие, они не теряют своей актуальности в любое время. Может быть, мода на них немножко уходит. Но они уместны и в офисе, и на прогулке, и пойти, в принципе, куда-то и в приличное место. В театр можно, воспользовавшись такой вот свежей водой. Она слышно, что это не дешёвая вода, слышно, что хорошее её происхождение. Ну, и стойкость её, и раскрытие, как я уже описала, они тоже на высоте. Поэтому вода мне очень понравилась. И большое спасибо моей подруге за такую возможность познакомиться с творчеством этого бренда. Но, к сожалению, я не смогла найти имя парфюмера, который создавал эту воду. Поэтому, если кто-то знает, я буду очень благодарна за эту информацию. Пишите в комментариях. Спасибо за внимание.